Олег Лесны с нами на связи, президент аналитического центра политика. Олег, здравствуйте, рада вам в эфире Фридом. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Вы знаете, накануне вышла статья на Washington Post о реакции кремля на операцию украинских сил в Курской области. Там было использовано такое словосочетание, как застывать, фриз. Путин застывает от происходящего в целом. Какое у вас сложилось, смогли ли точнее, правильно так будет сказать, в Кремле, пропагандисты кремлевские в том числе, правильно объяснить россиянам, что же на самом деле происходит в Курской области? Потому что, честно, складывается такое впечатление, судя по телевидению российскому, что в Курской области какое-то стихийное бедство. Какая-то чрезвычайная ситуация, абсолютно банальная, простая, с которой россияне сталкиваются раз в год минимум. Да, я с вами совершенно согласен. Мне очень нравится фраза «Путин застыл», потому что если идти по логике профессора Соловья, он должен был застыть еще в холодильнике очень давно. К сожалению, это неправда. Так выглядит паника на самом деле, потому что все-таки он человек подготовленный, все-таки не зря он там заканчивал эти всякие курсы, кроя и шитья от ФСБ и КГБ. Поэтому он, наверное, умеет справляться с эмоциями, но не получается. И мне кажется, что то, что происходит в информационном поле Российской Федерации, это прекрасно. Почему? Потому что, допустим, если бы Путин был действительно мачо, то там должна была быть агрессивная риторика. То есть мы выбросим, мы отбросим, мы убьем, мы взорвем и так далее, и так далее. Это война, да? Чего боялись россияне, что будет война, будет мобилизация еще больше. Нет, ничего нету. Это провокация. Там все под контролем. Я с вами совершенно согласен. Там такое впечатление, что дождь прошел сильный и затопил там часть Курской области. Поэтому там с ними потихонечку, полигонечку, как всегда, ждем, пока вода уйдет. Потому что в основном так сражаются с стихийными бедствиями. А здесь оно колоссальное на самом деле. И Путин к этому не был готов. Но то, что он не показывает масштабы и не проявляет той агрессии, которая была бы адекватной, я беру сейчас в кавычки, да, это играет на пользу Украины. Потому что, во-первых, значит, туда не будут отправлять регулярные войска в большой массе. Следовательно, они туда будут отправлять срочников. Срочники это при любом количественном показателе. Все равно это не те волки, которые прошли и Крим, и Рим, да? Это один из элементов. Другой момент, что россияне будут видеть, что на самом деле происходит. Понятно, что их отселяет там Запорожскую область, еще куда-то, чтобы они молчали, ничему не рассказывали. Но все равно, если эта ситуация будет долго длиться, то нельзя шило утаить в мешке. И еще один момент, который для меня кажется архиважным. Сейчас Путин демонстрирует то, что нам даже и не снилось. Слабость Западу. Потому что Запад боялся всегда, что Путин, если будет эскалация, он там что-то взорвет, что-то еще сделает, пойдет взрывать центры принятия решений. Мне кажется, как бы только на Западе кажется, что это страшно. Потому что на самом деле под угрозой вся Украина находится ракетных ударов. Поэтому это как бы данность, к сожалению. Но ничего не произошло. И поэтому я считаю, что это играет нам на руку в плане того, чтобы Запад, в конце концов, насмотревшись, скажем, то, что делает или не делает Путин, дал возможность нам бить вглубь территории различными ракетами. Не только самолетов, как сейчас говорят. Но хотя бы пока что, хотя бы этот кейс закрыть. Мне кажется, что страх Запада, если не уходит, то он меняет свои границы. Олег, а вообще сколько может Путин и вообще Кремль, как руководство Российской Федерации, играть в эту игру до каких пор? А у нас есть пример. Он колоссальный и, мне кажется, всем знаком. Подводная лодка Курска. Пока все не утонут. Чтобы свидетелей было меньше. И потом уже будут бороться с последствиями. Ну, понятно, что это все-таки не подводная лодка. Но очень похоже. Какая-то такая, знаете, зловещая аналогия для Путина. Я думаю, что он, как человек, который верит во все это, я думаю, сейчас ему очень непросто. Вот это ему, наверное, Курск. Слезы российских матерей сейчас возвращаются с Тарыцей, скажем, на Украине. Поэтому я думаю, что будут максимально пытаться давить нас на фронте, вот в этом плане, чтобы показывать свои успехи и давить на наше общество, которое ему забрасывается, например, месседж о том, что лучше бы эти бригады были под Покровском. Но с точки зрения военных у них своя логика, она правильная. Мы ее видим сейчас в применении. Потом он будет пытаться использовать ту же карту Лукашенко, которая будет нас пугать какими-то своими фантазиями на границе. О том, что там нападут, еще что-то сделают. Будут пытаться где-то на Западе качать ситуацию. В том плане, что остановитесь, потому что там может быть гуманитарная какая-то, кризис и так далее. Россия не это умеет, возможности у них есть. Но до последнего будут пытаться туда не вводить регулярные войска. Но, опять же, это палка о двух концах. Чем больше будет срочников, тем больше будет пленных, тем больше будет двухсотых, трехсотых. Может повториться афганская карта. Я имею в виду афганская карта Советского Союза. Что там же срочники воевали, их как раз меньше погибло. Но все равно это был один из факторов, который ударил в днище подводной лодки Советский Союз. Поэтому тут нужно уповать на то, чтобы у наших воинов на этой территории было все, что необходимо. И чтобы они четко выполняли свою цель. Она есть. И поэтому я очень хотел бы, чтобы Запад нам помог в Курском прорыве как можно больше. Чтобы мы смогли получить результат гораздо больше, нежели даже планировалось. Интересно, вот нашел новость о том, что Аптил Алаудинов до сих пор говорит, что российские военные контролируют Суджу. Коллеги, а можем показать сейчас кадры украинских журналистов из Суджи? У нас они есть, кстати. Это довольно странная ситуация. Для россиян, которые не проживают на территории Курской области, пропаганда. Этот Аптил Алаудинов, хочется нехорошее слово сказать, но не могу в эфире Фридом, тем не менее. В голове оно есть. Рассказывает о том, что ситуация под контролем, все прекрасно, тем не менее силы обороны Украины уничтожают третий мост в области за последние несколько дней. Слушайте, ну не может же быть, да, вот так, что происходят боевые действия, срочники попадают в плен, мосты уничтожаются. А Алаудинов на голубом глазу рассказывает, что все хорошо, все вообще прекрасно, все просто персик, ситуация, все контролируемо. Как так в целом, можете охарактеризовать вот этот когнитивный диссонанс, который складывается на поле боя и в целом в информационном пространстве? Ну это все очень просто, телевизор правит миром. Что в телевизоре, то и есть правда, да, россияне к этому привыкли. Поэтому, например, кейс пока что матерей, срочников, он же не взлетел на самом деле. Они все равно где-то рыдают на кухнях, но не делают ничего для этого, для того, чтобы вернуть сыновей или чтобы их сыновья не пошли в армию, да. Телевизор очень грамотно выстраивает параллельную реальность, которую, понимаете, когда уже у людей вот эта точка входа информации, она уже стабильная, и с ней можно только продолжать работать, а не модифицировать ничего. То есть тут все, они знают, что вот в голову россиянину можно лить любую субстанцию, и он будет только кивать головой и верить, да. Потому что вот смотрите, даже в Курске, когда вот эта уже мемешная женщина, да, которая «Путин, помоги», да, она же не кричала «Путин, останови войну». Они кричали, что мы же помогаем мальчикам нашим, СВО и так далее. То есть насколько пропаганда проработала российское общество, вплоть до того, что они не понимают причин, и они все равно верят в доброго царя. И вот глашатые доброго царя там в лице того, что вы называли, и вообще федеральных каналов, они будут до последнего рассказывать, что все хорошо. Потому что оно так всегда работало. Почему поступать по-другому, если оно так и есть? Но с другой стороны, всегда говорили, помните такую фразу, что демократические страны всегда проигрывают диктаторским, потому что очень долго принимается решение, да. А диктатор может принять моментально. Вот сейчас, например, мы смотрим на Курский кейс, и что? Что на самом деле сделал диктатор? Да ничего пока не сделал. Они еще не нашли даже, что говорить, потому что кто влез, кто под рова. Это говорит о том, что не готовы были к развитию событий, и что диктаторская машина, когда наталкивается реально на препятствия, она буксует достаточно серьезно. Поэтому здесь мы наблюдаем пока что инерцию россиян, которые привыкли верить царю и телевизору. Олег, большое спасибо за то, что к нам присоединились. Всегда будем рады на Freedom. Олег Лесный, президент аналитического центра политика, напомню, с нами был на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom. Самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.